Двое против одного. Расстановка сил при голосовании за кандидата на пост мэра Саратова на внеочередном заседании городской думы. Владимир Бьетенко, Михаил Исаев и Алексей Мартов. Каждый излагает программу и отвечает на вопросы депутатов. Первый, бывший военный и сотрудник правоохранительных органов, также трудился в налоговой. Для решения всех существующих в городе задач, соответственно, нужно финансирование. И как дом начинается с печки, так и исполнение возложенных на органах местного самоуправления полномочий начинается с бюджета. Уважаемый Владимир Анатольевич, очертите, пожалуйста, круг лиц, которые, на ваш взгляд, могли бы эффективно работать в вашей предполагаемой команде. Никакой команды у меня нет. Я на руководящей должности нахожусь не такое большое время. Естественно, у меня есть люди, на которых я могу положиться, но в целом считаю, что та команда, которая сейчас работает в городе, она способна выполнять те задачи, которые перед городом стоят. Второй кандидат – действующий мэр Михаил Исаев. В его выступлении уже чувствуется надежда на непрерывность стажа в должности градоначальника. Предыдущий созыв Думы согласился с моими доводами, оказал доверие. И вот спустя четыре года я не буду говорить о том, что было сделано за этот период, потому что сегодня не отчет о проделанной работе за этот период. Кроме того, это будет нечестно по отношению к другим кандидатам. Наш город сейчас проживает период расширения возможностей. Мы расширяем географию, присоединяя новые населенные пункты. Мы расширяем сотрудничество, устанавливая побратимые отношения с новыми городами. Всегда нужно помнить, что все границы барьеры находятся лишь в нашей голове. Увеличение территорий, дополнительные ресурсы дают толчок для раскрытия инновационной составляющей, новые производства, рабочие места, развитие инфраструктуры, создание качественных и комфортных условий для проживания наших горожан. Экономика муниципалитета и управление ею должны измениться. А для этого, конечно, потребуется модернизация городской среды и системы профессиональной подготовки. Мой вопрос касается развития агломерации. Буквально в среду Саратовская областная дума приняла закон, и в состав города Саратова вошли территории Саратовского района. Таким образом, этап преобразования Саратовского района завершен. Скажите, пожалуйста, какие перспективы развития агломерации за счет объединения? 1 января у нас общая территория, муниципальное образование теперь 7 административных территорий, 7 районов. И надо сказать, что город Саратов при получении еще каких-то предложений о возможности рассмотреть объединение, я думаю, что город Саратов будет рассматривать и принимать также решение. Какая-то программа мероприятий по восстановлению зеленого фонда нашего города запланирована на следующий год? С конца 90-х годов, начала 2000-х и от 2021 года, последние 20 лет, на самом деле в городе не было такой полноценной структуры, которая ежегодно, полномерно занималась бы обновлением и высадкой зеленых насаждений. В результате мы получили разрыв, с одной стороны, те деревья, которые были посажены в 70-е годы, 60-е, они биологически выходят из строя, и вот этот разрыв 20-летний, нет молодых деревьев. Мы на сегодняшний день прорабатываем строительство собственного питомника. Перед собравшимися Алексей Мартов, человек без опыта управленческой работы, сам признался, что не разбирается в вопросах экологии, благоустройства и бюджете города. Он сторонник понятия цифровизация. Но зато я всю жизнь занимаюсь технологиями, в частности, разработкой программного освещения и прочими штуками. Я умею мыслить стратегически. И знаете, что я вижу в ближайшие 5-10 лет? То есть если мы берем плоскость 5-10 лет, то мы видим две большие проблемы в городе. Первое – это отсутствие какой-либо цифровизации, я потом объясню, что такое цифровизация, в моем понимании. И второе – большая демографическая, флэш, бюджетная дыра. Что здесь подразумевает? Здесь подразумевает, что отток населения, высококвалифицированного из города, он просто поражает. То есть сейчас у нас Москва, Питер, Казань высасывают население больше, за последний год высасывали больше, чем за предыдущие 15 лет. Причем это не обычные люди, это высококвалифицированные, как следствие высокооплачиваемые и как следствие высокодоходные прибыли. Хорошо сказали про цифровизацию, но, к сожалению, экономика города строится не только на цифровизацию. Основной источник экономики города – это те промышленные предприятия, реальный сектор экономики, который выдает свою продукцию и зарабатывает эти деньги для бюджета. Я здесь ничего не услышал, и правильно тут мой коллега сказал, да, цифровизация к станку не встанет, да, изделия делать не будет, собирать его не будет. Поэтому я ничего у вас не слышал про экономическую программу развития города Саратова. Пополнение бюджета, как вы видите, да, развитие промышленного потенциала города, цифровизация, ну, это один, будем так говорить, из источников развития, один. Саратовская городская дума принимает решение об избрании главы муниципального образования города Саратов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Решение принимается тайным голосованием. Поданные голоса расстрелились следующим образом. За избрание главы муниципального образования города Саратов Гетенко Владимир Анатольевич проголосовало 0 депутатов. За избрание главы муниципального образования города Саратов Исаева Михаила Александровича проголосовало 32 депутата. За избрание главы муниципального образования города Саратов Маркова Алексея Юрьевича проголосовало 0 депутатов. Решили считать избранным по результатам тайного голосования главы муниципального образования города Саратов Исаева Михаила Александровича. Доклад закончен.